С годами перестал удивляться на ложь, то есть с вами человек может жить, быть вашей половинкой, может быть вашим сердцем, вашей постели, вашей жизни, а через какое-то время после расставания или во время отношений, в браке или просто, когда вы пара, вы узнаете какую-то ложь, какое-то предательство, какие-то планы, которые строили за вашей спиной, какие-то ходы, какие-то случаи, интриги, измены, рожки на голове засветились, вы этому не удивляйтесь, понимаете, в каждом человеке есть либо святость, либо сучий характер, так вот, если вы напоролись на святого чистого человека, у вас просто бинго, но если вы наткнулись на суку, вам будут стрелять в спину, вас будут предавать, вас столкнут в пропасть, как только перестанет быть в вас нужда, понимаете, ложь в отношениях это то, что происходит с нами, то, что может произойти в любую минуту, нас предают, обманывают, используют, берут от нас все, что можно взять, высасывают наши соки, а потом просто бросают, когда мы становимся неинтересны и не нужны. Для некоторых людей отношения это всего лишь этап в жизни, кто-то действительно хочет их и считать, что вот это вот моя конечная остановка, я буду счастливой с этим мужчиной, я буду счастлив с этой девочкой, а кто-то считает, что это этап, переступил и пошел дальше к другим, поэтому ложь сегодня это как приложение на телефоне, это как инструмент общения, это как манера поведения и возможность более выгодно предстать перед своим человеком, так что если вас предадут, обманут или же просто столкнут куда-то в бездну, не удивляйте, это ваша вина, значит вы позволили себе пригреть на груди змею, будьте умны, знайте с кем вы общаетесь, всегда думайте о том, что человек может как-то с вами нечестно поступить, если это тварь, давите ее как змею, а лучше всего избавляйтесь, вот реально, никогда тварь не станет человеком, понимаете, если это человек, если это мужик, это девочка по натуре, ангел, он свят, у этого человека есть совесть, это личность, но если это тварь, даже не стоит ее давить, ее нужно просто взять и вышвырнуть из своего пространства, пусть она где-то там ползает, находит новых жертв, но вы любите, уважаете, невозможно тварей доказать и объяснить, что она не лютили, он просто паскуда последний, понимаете, если он уже так живет, он уже вам врет, использует вас, если она уже по натуре лживая, вы ее не измените, понимаете, либо будьте на поверхности с этим человеком, не уходя вглубь, либо избавьтесь от него, дорожите собой, любите себя, не позволяйте ни одному человеку быть в вашей жизни слабым звеном, понимаете, если вас сломают, возможно, вы уже не восстановитесь, поэтому отдавайте себе отчет в том, насколько честный человек рядом с вами, насколько это добро, а не зло, насколько это личность, а не мутная вода, ложь в отношениях, она не просто губит, она разрушает все, поэтому я вам искренне желаю присмотритесь к тому человеку, который рядом с вами, очень часто они так сладко спят, так вкусно просыпаются, так нежно обнимают и целуют, они так красиво обещают и вкусно кормят, что придавая, все это куда-то исчезает и забывается, присмотрите к своим половинкам.